Всем привет! Сегодня мы попытаемся создать вот такую вот композицию со словом Gold, золото. Отлично. Переходим в программу Cinema 4D. Да, далее. Так, сразу же даем фон. С зажатой левой кнопкой мыши выбираем сплайн линейный. Переходим через колесико, через клик колесико, вид спереди. И рисуем здесь линии, точки, точнее кликаем сюда и вот сюда. Далее нажимаем правую кнопку мыши, выбираем добавить точку. Клик сюда и клик сюда. Нажимаем на сплайн. Тип V сплайн. Он закругляется. Эта тема может быть знакома вам уже. Я уже такую штуку делал. Дальше оттягиваем сплайн туда куда-нибудь в сторону подальше. Зажимаем Ctrl, Shift. Shift не обязательно. И двигаем его вот сюда. Выбираем далее генератор Loft. И закидываем туда сплайны. Наш фон. То есть, когда появится вертикальная стрелочка, отпускаем. Да. Далее. Что мы делаем далее? Так, так, так. Наверное, сделаем фон чуть-чуть пошире. Нажимаем на оба сплайна. Переходим снова в вид спереди. Здесь переходим в режим точек. Выбираем прямоугольное выделение. Вот оно здесь. И вот далее. Вот здесь галочку ставим выделить только видимый элемент. И снимаем эту галочку. То есть, мы будем выделять не только первый сплайн, но и второй. Их точки, в смысле. Выделяем. И двигаем туда. Вот что у нас происходит. Такое движение. Да. Ну и верхний, в принципе, тоже можно чуть-чуть поднять. Хотя, ладно, не важно. Всё. Обратно в режим объекта. Переходим. Вбираем инструмент перемещения. Быстренько создаем текст. Нажимаем Mograf. У кого нет этого меню, наверное, у вас не версия студии. Качайте студию. Mograf. Объект. Текст. Пишем здесь с зажатым шрифтом. На английском, соответственно, языке. Gold. Почему Gold? Почему по-английски, а не по-русски? Потому что многие шрифты не воспринимают русский язык. Вот эти вот. Выбираем здесь шрифт. Так, я его всё время пропускаю. Hoba STD. Будем так его называть, да, допустим. Далее создаём Spline Text. Вот он. Это у нас будет окантовка. Вот это чёрное нашего текста, нашего слова. Здесь пишем тоже зажатым словом Gold. И также выбираем тот же шрифт. Самое главное не пролететь его. Вот он. Всё, здорово. У меня выбран режим быстрое затемнение линий. Поэтому у меня тут везде линии. У вас может быть и вот так быть. Далее. Пока уберём Loft. Снимем галочку, чтобы он не мешал нам. Вот. Выбираем текст. Ну, мы его выбрали. И теперь нам нужно придать объём. Берём, как же это называется, моделирование, да. В общем, вот эти вот модификаторы, да, если их можно так назвать. Выбираем здесь Sweep. А в Spline их выбираем прямоугольный. Значит, Spline. Sweep поднимаем выше, наверх. Кидаем в него прямоугольный, а под него текст. Выбираем прямоугольный Spline. Нажимаем на инструмент масштабирования и уменьшаем. Уменьшаем до размера до 4 сантиметров. Далее. Что мы сделали, я думаю, многие понимают. Мы придали нашему тексту объём. Какой объём? Квадратный объём. Вот такой. То есть, грань у нас такие. Не закруглённые, скажем. Вот эти вот. То есть, если бы мы выбрали окружность, он бы был более нас круглый. Система иерархии. Спрашивайте, если что. Так долго объяснять. Всё. Выбираем. Этот прямоугольничек и двигаем его. Шире его. Значит, растягиваем. Инструмент перемещения выбираем. Нажимаем на Sweep. Подгоняем немножечко. Вот так вот. Всё отлично. Теперь давайте... Даже не знаю. Через, значит, выбираем их. Через Shift. Нажимаем Alt-G на английской раскладке на клавиатуре. И здесь пишем два раза. Кликнули по ноль объекту. Пишем текст. Теперь они у нас в группе в такой состоят. Чтобы меньшее место занимали, мы их можем вместе двигать. Пробуем Loft. И выбираем инструмент вращения. Нажимаем на зелёное кольцо. Зажимаем Shift. Так, стоп. Нажимаем на зелёное кольцо. Зажимаем Shift. Крутим на 90 градусов. Почему Shift? Потому что он по десяткам крутит. Всё. Двигаем дальше. Вот сюда. Наверное, вот сюда. Давайте сразу подгоним, как у нас будет стоять камера. Вот так вот. Да? Более-менее похоже. Идём в настройки рендера. Выводим. Пишем то разрешение, которое вам нужно. Разрешение картинки. Тут ничего не надо нажимать. Это я случайно. Любое разрешение, которое вам нужно. Всё. Больше ничего. Я уже написал. Так, что мы надо... Создаём камеру. Включаем камеру. Создаём нужный нам ракурс, который мы будем рендерить изображение. То есть, воспроизводить его в картинку. Производить. Всё. Запомнили. Отлично. Нажимаем правую кнопку мыши по камере. Тег Cinema 4D. Тег защита. Кликаем. Всё. Теперь камера наша не сдвижима. То есть, случайно вы её не сдёрнете. Вырубаем камеру. Далее, что мы делаем? Мы... А, мы забыли кое-что ещё сделать. Значит, мы забыли. Я забыл. Значит, выбираем текст. Поднять. Поднять немного текст. Чтобы он стоял на поверхности. Это вполне сойдёт. Всё. Возвращаемся обратно. Далее создаём болты. Выбираем объект цистерна. Вот она. Двигаем её сюда. Вообще, пока уберём лофт. Вырубим его. Наш фон. Цистерна. Уменьшаем её, соответственно. Далее. Нажимаем куб. Выбираем куб. Объект. За вот эти вот кружочки. Мы начинаем двигать. Так. Но если у вас нет этих кружочков, тогда нажмите сразу в режим редактирования. Переведите его. И, может, значит, изменяйте его вот этими вот... Как сказать? Вот этими вот... В общем, инструментом масштабирования. Но нам, мне это не надо. Так. Я его обратно перевожу. Так. Мы выбираем через эти точки. Делаем его более узким. Сойдёт. Выбираем инструмент вращения. Нажимаем на синюю... Синее кольцо. Нажимаем Ctrl-Shift. И крутим на 90 градусов. Всё. Отлично. Вот такой плюс у нас получился. Наверное, сойдёт. Далее. Что мы делаем? Мы его кладём... Так. Мы, во-первых, вот эту цистерну тоже с зажатым Shift-ом крутанём на 90 градусов. И вот так вот ещё. Чапонько. Да. Всё. Идём в вид спереди. Выбираем наш плюс. Два плюса наши. Два куба. Через Shift. Переводим в режим редактирования. Нажимаем правую кнопку мыши. По нему. По одному любому. Мы выбираем здесь объединить объекты плюс удалить. Всё. Теперь у нас это единый объект. Так. А вот в чём проблема. Не, не будем, наверное, мы так делать. Обратно переведём. Пока не будем. Да. Понятно. Понятно. Так. Надо подумать. Угу. Так. Хорошо. Выбираем цистерну. В общем, наш плюс нужно поместить в эту цистерну. Всё. Мы поместили. Значит так. Выносим его. Выбираем инструмент. Здесь вот. В генераторах выбираем. Булев. Так. Помещаем первый плюс сюда. Не плюс, а объект. И потом под него цистерну. Точнее, наоборот. Давайте цистерну наверх. А плюс сюда. Вот таким вот образом. Далее. Что нам нужно сделать? В чём заключается проблема? Проблема в том, что... Сейчас, подождите. Ничего не делайте. Да. Да. Проблема в том, что как бы плюсик полностью нельзя сразу запихать, создать такое выдавливание, потому что в центре останется куб, который будет нам мешать. Хорошо. Для этого давайте, знаете, что сделаем. Попробуем нажать на наш булев. На него. Значит, для начала переводим в режим редактирования его. Так. И правой кнопкой мыши текущее состояние в объект. Так. Где он у нас? Стоп. Отмена. Назад. Значит. Выносим эти два объекта. Нет. Давайте так. Правой кнопкой мыши по ним. Значит. Выделяем через shift эти два объекта. Дальше. Правой кнопкой мыши. Объединить объект. Удалить. Всё. Выносим из этого булева. Булев удаляем. И теперь создаём новый булев. Кидаем туда цистерну. Вот эту вот. А потом кубик. Вот таким вот образом. Да. Делаю я всё это на скорую руку. Вот прямо сейчас. Всё быстренько это придумал. Так что. Не серчайте. Обязательно что-нибудь. Это такое быстрое вообще. Моделирование. Шапочки шурупа. Потому что он у нас здесь вообще. Ну, посмотрите. Он практически не виден. Я даже не заморачивался. Я тем более другим способом делал вообще. Далее. Что мы делаем. Мы снова нажимаем. Переводим его в режим редактирования. И также объединяем их. Объединить и удалить. Выносим их. И удаляем булев. Так. Дальше. А, всё. У нас теперь всё в центре. Просто иногда у вас вот эта вот. Как это назвать-то? Ось объекта, да? Она у вас не в центре находится. То есть, если у вас не в центре, но в режиме редактирования, нужно нажать на каркас, центрировать оси, центрировать оси по... И нажимаем. Всё. Далее, всё. Крутим его на 90 градусов влево. И помещаем. Помещаем вот сюда. Помещаем таким вот образом. Уменьшили мы. Ещё даже уменьшить надо. Вот и всё. Где он у нас там находится? Примерно, да. Примерно здесь. Всё. И ставим на место его. Вот так вот. Сойдёт, наверное, да? Далее. Далее, далее. Далее, далее. Копируем шуруп. Ну, шуруп, кстати, у нас минусы какие? Мы, смотрите, мы не сделали ему фаску. То есть, у нас такой он резкий слишком. Если вас это беспокоит, давайте можем это сделать. В принципе, выбираем здесь линии. Кликаем на наш кубик. Не, нафиг тут сегментов полно. Давайте не будем это делать. Так, это надо было делать заранее. Не просчитано всё это было. С зажатым контролом и шифтом двигаем нашу... Как её называют? Наш болтик. Так, что наш шуруп... Вообще, без разницы, куда его двигать. Так, просто от балды делаем. Куда надо. Куда хотите, туда двигайте. Да. Но лучше, наверное, придерживаться всё-таки предыдущих работ. Да. Вот сюда. Да, он там примерно был. Не, он не там. Да, вот здесь он у нас был. Опять двигаем. Сюда. И сюда. Я думаю, вы понимаете, что я делал. Я зажимал контрол и шифт. И двигал их. То есть, они копировались. Вот тут можете ещё копировать. Вот они, объекты ваши. Зажимаете контрол и перетаскиваете вверх. Вот у вас скопировался новый объект. Но нам это... мне это не надо. Я удаляю. Всё, отлично. Дальше. Что мы делаем дальше? Дальше, дальше мы... Так, я просто думаю, с чего начать. Ты ещё пружины, может? Да, сделаем пружинки. Пружины. Выбираем вот здесь инструмент. Сплайн пружина. Переворачиваем её на 90 градусов также вверх. Вертикальный ставим. Уменьшаем. До такого вот размера. И... Что мы делаем дальше? Мы конечный угол изменяем. Мы его увеличиваем. Давайте до полторы тысячи. Полторы тысячи. И высоту. Высоту мы увеличим, увеличиваем. Вот такая нам высота вполне устраивает. Далее создаём, значит, объект сплайн. Сплайн окружность. И... Тот же самый... Забываю, как штука называется. Генератор. Генератор свип. Также кидаем сплайн в свип. И потом под нашу окружность... Пружину. Всё. Выбираем окружность. Выбираем инструмент масштабирования. И уменьшаем. До какого размера? Давайте до пяти. Нет, это слишком мало. Нет, это нормально. Это, в принципе, нормально. Да. Всё. Чё дальше? А, да. Двигаем его на точку. Сюда, наверное. Так. Нажимаем правую кнопку... Ой, колёсиком. Вид спереди. Правую кнопку оси. Нажимаем. Выбираем свип. Инструмент перемещения. И нашу ось в центр ставим. Примерно в центр. Отключаем. Всё. Крутим снова на 90 градусов. Шифт. Шифтом. Таким вот образом. Чипонькос. И всё. Далее. Далее. Ставим её на поверхность. Врубаем лофт. Уже пора врубить его. Вот он у нас тут. Давайте посмотрим, как у нас тут. Нет, слишком огромная. Поэтому уменьшаем её, наверное. Да. Давайте я подумаю. Уменьшим, наверное. Да, уменьшим её сейчас. Да. В камере как она будет выглядеть? Нормально, наверное. Нажимаем снова эту спиральку. Делаем её более, наверное, длинной. Да, вот такой. Но по масштабу уменьшаем. Всё отлично. Примерно вот что-то. Что-то типа, да. Так. Куда мы её тут присобачим? Она у нас здесь. Здесь мы ставим её на поверхность. И она находится у нас на поверхности. Всё. И теперь её нужно копировать. С зажатым контролом. Крутануть куда-нибудь. Вот так вот, да. Это тоже копировать. Туда куда-нибудь поставить. И снова крутануть. Теперь нам нужно ещё одну копировать. Но её придётся уменьшить. Так, вот давайте раз, уменьшим. И поставим снова на землю. На поверхность. Вот она у нас здесь. Кинем её вот сюда куда-нибудь. Снова крутанём. Дальше переместим. Вот сюда. К примеру, да. Где они там ещё слежали. Вот такую можно ещё копировать через контрол. С зажатым контролом. Ну, на английской раскладке. Напоминаю. Напоминаю всё время. Дальше маленькую. Тоже можно сюда поместить. Так, чтобы они не похожи были вот так. Вот что-то типа этого. Продолжаем это делать. Только нихрена не видно, честно. По какой-то причине. Давайте тогда затемнение гуру уж выберем. Тут по лучшему почёте будет видно. Камеру давайте. Вот так защита я ещё с ним не разобрался. Не понял, как его отрубить на время, чтобы... Только если вот так. Но единственный способ пока вырубать его это просто перемещать на другой объект. Камеру просто, чтобы поправить надо. Примерно сейчас посмотрим, где у нас... Да, примерно таким вот образом всё у нас. Отлично. Снова возвращаем на место. Кстати, нажав на камеру, мы можем здесь выбрать где-то... Вот, значит, разделители сетку. Вот такой вот можно треугольники непонятные. Спираль, диагональ, золотое свечение и перспектива. Тема нормальная. И тут настройки каждой из этих функций. Масштаб можем увеличить, ну, чтобы чётче видеть края, видимо. Чётче. Белый можно поставить. Таким вот образом, да, интересно, правда. Отрубаем камеру. Сферы, сферы. Что насчёт сфер? Ну, насчёт сфер я не могу сказать. Ну, давайте, ладно, их создадим. Так. Я вот думаю, на две части поделить урок или как? Чтобы вам удобнее было смотреть. Хрен знает. Наверное. Сейчас сферы сделаем и в следующем уроке уже... Ну, начнем следующую запись. Так. Что-что? Создаём сферы. Вот они, сферка 1. Идём в вид спереди. Перемещаем её вот сюда. Уменьшаем. Ставим количество сегментов 35. Почему 35? Ну, чтобы изображение, чтобы сфера была более гладкая, да. Так. В принципе, такой размер меня, наверное, устраивает. Да. Да-да-да. Кстати, ещё вот что можно сделать. Если вас, допустим, не устраивает количество этих пружинок, вы можете, значит, выделить их через shift, нажать Alt-J, нажать пружины. И с зажатым control копировать. Переместить вверх. И вот так вот покрутить здесь мальца. Это чисто для массовки, для увеличения их кольт-численности. Да. Так. Можно, кстати, так и сделать. Давайте вот так. Переместим чуть-чуть в сторону. Может, сверху всё это лучше смотреть, чтобы они не пересекались. Так, нажимаем вот эту кнопочку. Так. Как их лучше тут поставить на три. Ну, в принципе, вот это вот довольно-таки, мне кажется, сойдёт. Но единственное, нужно будет почистить некоторые. Например, вот эту удалить. Эту вот сюда переместить. И лучше вот эту переместить. А эту удалить. Ну, и с этими нормально всё. Так. Далее, далее. Так. Вот это мне не нравится. Сюда и переместим. Дальше. Что, 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 что нам нужно? Нам нужно создать сферы. Точнее, мы уже создали. Теперь нам нужно их расставить в нужные места. Одно сюда, к примеру. Другое, допустим, сюда. Причём уменьшим её. И снова поставим на поверхность. Причём, дальше одну вот туда куда-нибудь на задний план. И эту сюда. А эту вот сюда. Да? Ну, к примеру, так. Эту сдвинуть. Камеру, кстати, сейчас тэка немного в сторону. Камеру чуть-чуть повыше. Вот так вот. Чуточку повыше. Всё. Далее. Ещё там у нас... Всё это сойдёт. Всё. Я создал сферы. Наверное, надо сейчас поделить на две части. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»